Друзья мои, всем привет! У нас тут такая вот скамья потерпевших, на которой лежит то, что пострадало за зиму. Тут будет лежать много бензопил, потому что где-то что-то по мелочи как-то отказывало. То модуль зажигания, то какая-нибудь трубка топливная, то праймер подкачки. Вот он, Штиль 180. Это пила, с которой мы заходили работать в декабре месяце. И вышли работать вот сейчас. Что там было? Март месяц. Пила я на рачистских участках отпахала на соток 30. Всякого кустарника вырезала, измельчила под измельчитель, на дрова. Кроме этого, 3 гектара зимой пилили с участием этой пилы. Ну, в общем, ей досталось. Скушала топливо, она прям конкретно. Наверное, вас беспокоит вопрос, почему она лежит вверх ногами. Бензопила это 2007 года. Когда она попала ко мне в руки, она была практически в состоянии новой, но она не заводилась. Точнее, она заводилась, но не тянула совсем. Думали то, что сели кольца, подкинули кольца. Оказалось, неисправен карбюратор. Поставили IGP. Выдавала где-то 12,5 тысяч оборотов. Естественно, были проблемы с мощностью. Из-за этого пила работала либо в руках рабочего, который не особо рационально пользуется техникой. Ему незаметно было, сколько там оборотов. В 14,5 тысяч, в 12,5 тысяч. Поэтому работала либо в руках рабочего, либо на танкомерах, где это было не особо заметно. Вследствие просадки по оборотам было неполное сгорание. И, как следствие, появился нагар на поршневой. Кроме этого, пользовались маслом Контри. Льем мы его больше, чем положено для Штиля. 25-30 грамм на литр. Учитывая то, что была зима. Бодяжили большие объемы и не всегда бодяжили правильно. Где-то лили чуть больше масла. Поэтому появился нагар. А нагар для 180-го Штиля это не есть хорошо. Поэтому купили раскокусовку поршневой. Купили вот такую. Но я вам ее не рекомендую. Мне не очень нравится, как она работает. Лучше все-таки Валеру берите пенную. Тут тоже написано, что она пенная. Но что-то пены я вообще не наблюдаю. Поэтому влили ее в поршневую, поставив в поршень верхнюю мертвую точку, чтобы не попало все это дело по перепускным каналам к сальникам. И сразу же перевернули вверх ногами. Главное залить полностью весь объем камеры сгорания, чтобы смесь заставала до поршня. Вот она всю ночь у нас простояла. Тут главное ее, если сейчас переворачивать, то переворачивать и откручивать очень быстро, чтобы к сальникам все это дело не просочилось. Сейчас посмотрим с вами, что получилось у нас по итогу. Свечу я, правда, затягивал от руки. Лучше, конечно, закручивать ее прям хорошо свечу. Здесь то, что по свече, по резьбе, это все дело у меня не вытекло здесь за ночь. Потому что будет обидненько. Вытекло. Вытекло. И на гор видно то, что размягчился и немножко вспенился. Там он даже... Видите, проблеск есть какой-то. То есть он подразмягчился. Мы сейчас туда еще дунем. Видите? Это дело работает. Поршень чистый. Юбка поршня чистая. Я реально в шоке. Я не думал, что он так отработает. Сейчас мы его еще перевернем. Надеюсь, после этого сальники у меня не лягут. Я начал брызгать. Вот видите, на нем сколько грязи даже на самом баллончике. Поршень чистый. Металл виден. Я просто в шоке. Даже вот эта гадость, которая не очень отъедала поршневую. На тот момент, когда я просто снял поршень, пробовал забрызгивать, но она не очень разъедала. Сейчас здесь прям съела все. Главное, чтобы на сальники не попало, иначе разъезд. Вот сейчас я выкрутил свечку еще раз. Она у меня вертогами немножко постояла. Посмотрите. Поршень виден, он чистый. Сейчас я взял бензин. По-хорошему, уже сюда леечку. Если делать все качественно, аккуратно, как положено. Чтобы вымыть оттуда всю эту гадость, которая там осталась в растворенном виде. Вот видите, в бензин, в принципе, практически не уходит. То есть поршень находится в верхней мертвой точке. Но эта гадость, которую мы тут удалили, раскоксовку, она тоже, в принципе, не ушла. Теперь нужно от себя вот так вот шину зажать ногами. Вот так вот дергаем. И у нас вылетает оттуда вся гайза. Вот что у нас получилось по итогу. Видите, как блестит поршень. Он чистый. Вот можно сказать, абсолютно чистый. Мы его промыли бензином. Можно, конечно, туда бензин было налить. Шприцом оттуда вылетели, перевернуть. Ну и так сойдет. Ничего страшного. Теперь он с поршневой чистой. Можно даже на синтетику переходить после полусинтетики и минералки. Это как раз к вопросу для тех, кто спрашивает, как перейти с полусинтетики на минералку. И наоборот. Точнее, с синтетики на минералку-то без проблем можно найти. Там нагара не будет. А вот с минералочки на синтетику образуется нагар. От нагара мы избавились. Вот он, кстати. Видите? Вот это я вверх ногами ее поставил и свечку открутил. Вот этот вот грязь, этот нагар как раз таки. К вопросу о том, насколько едкая эта гадость. Попала на отвертку и растворила ручку. Вот он очень лежал на столе. Попадала сюда вот эта гадость и разъелся.